Главной целью Шанхайского международного форума стало обсуждение актуальных вопросов глобализации. Тимир Сариев поделился с участниками международного сообщества своим видением на глобальные вызовы современности. В своей речи политик особо отметил роль Кыргызстана на международной арене, а также необходимости выстраивания нового миропорядка, основанного на партнерских отношениях. Нашим ресурсом является свобода, гибкость и мобильность, поэтому вопрос о свободе перемещения товаров, ресурсов, технологий, людей, капитала является жизненно важным. Инструментом для обеспечения этого являются интеграционные и кооперативные процессы. В нынешней ситуации задачей номер один является обеспечение безопасной и стабильной среды для развития человечества. Существующие институты и механизмы продемонстрировали свою неэффективность и слабость в решении вопросов. Нужна новая архитектура, гарантирующая базовые условия для развития стран. Это особо актуально для малых стран. С таким мнением согласны эксперты. Как Кыргызстану, так и другим странам нужна новая архитектура, гарантирующая базовые условия для развития стран. Это особо актуально для малых стран. Шанханский форум, он стал одной из мировых площадок, где собираются действующие или экс-лидеры стран. В общем, будем так говорить, мировая элита. И здесь участие Кыргызстана в этом форуме было очень важно, потому что очень важно, что на этом форуме прозвучал голос Кыргызстана. Это своего рода имидж Кыргызстана, своего рода такой позитивный посыл мировому сообществу, что сегодня кыргызская элита тоже озабочена проблемами безопасности, проблемами развития. Кыргызстан должен укреплять сотрудничество с Китаем и участие в подобных форумах тому подтверждение. Недавно состоялся и визит главы государства Алмазбека Атамбаева в Китай. В ходе встречи было подписано ряд соглашений. Форум в Шанхае закончился принятием резолюции. После ряда неформальных встреч с участниками форума, Тимир Сариев улетел с визитом в Санкт-Петербург, где по приглашению Кремля он примет участие в работе экономического саммита.